Погибшая школьница не была родной дочерью Николая, но мужчина воспитывал девочку с 7 месяцев. Рассказывая о смерти Кати, Николай с трудом сдерживает слёзы. Катю Ятло нашли мёртвой утром 21 августа. Девочка лежала без одежды во дворе дома в центре Новой водолаги. В посёлок она приехала за день до трагедии из соседнего села Просянова. С подругами отдыхала на дискотеке. Когда клуб закрылся, пошла ночевать к бабушке, но по дороге на неё напали. Убийцу девочки милиция до сих пор не нашла. Приёмный отец Кати не может отделаться от мысли, что дело расследует поверхностно. Не понимает, почему экспертиза тела девочки не дала никаких зацепок. Основная картина складывается так, как я скажу. Никто особо не пытался, что делать. Сам же поймёт, что не приехали какие-то заказники киллера из России или вообще из Казахстана. О гибели Кати по посёлку ходят самые разнообразные слухи. Рассказывают, что девочку возили двое на синей машине и что к убийству причастен кто-то из милиционеров. Были какие-то разговоры, что из милиции, кто-то под покровительством милиции, понимаете, что папа, не исключено, что сынок какого-то из родителей, из милиции или из руководителя в каких-то должностях. Я считаю, что эти слухи не обоснованы. Версия, что мог быть причастен работник милиции или дети работников милиции, нет. У нас такой информации нет. В милиции говорят, расследование дела не прекращается. Правоохранители опрашивают всех знакомых погибшей, отследили её контакты в интернете. Что показала экспертиза тела, комментировать не хотят, чтобы эта информация не попала к преступникам. Работу следователей контролирует областное УВД и генпрокуратура. За любую информацию, которая помогла бы раскрыть убийство, милиция обещает 5000 гривен. Установлены её бывшие друзья, в том числе и парни. Все они отрабатываются, в том числе и с помощью специалиста-полиграфолога. Но семья Кати сама подумывает над тем, чтобы написать письмо в генпрокуратуру. Отчаявшиеся люди за помощью обратились даже к оккультистам. Объездили многих гадалок, написали письмо в программу «Битва экстрасенсов». Но выяснить, кто убил Катю, пока не могут даже маги и чародеи.